Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. Три минуты девятого в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. С вами доброе утро, друзья. Доброе утро. И сегодня у нас по традиции в гостях координатор по организационным вопросам Народного фронта в Свердловской области Василий Коноплянко. Василий, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Друзья, пишите нам, пожалуйста, плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять ноль девять два три с пометочкой ОНФ, если у вас есть какая-то проблема, которую вы пытались решить сами, но не смогли. Да, мы будем рады вам помочь, передадим всю информацию Василию, его коллегам и, возможно, в некоторое время проблема будет решена. Смотрите, про добрые истории мы поговорим обязательно, конечно, но хотелось начать с проблемных проблем. Назовем это так. Проблемных проблем. Да, пенсионеры замерзали в поселках под Красноуральском из-за отсутствия газа и топлива для котельной. Господи, что ж такое? Двадцать первый век у нас, кажется, да? И вроде бы страна бедная, и в стране столько ресурсов, и газ, и другие горючие материалы, а пенсионеров греть ничем. Что там происходило, Василий? Ну, ситуация была очень простая. То есть, когда люди несколько десятков лет обращались к чиновникам, действительно, они начали обращаться еще во времена Советского Союза, к чиновникам для того, чтобы буквально несколько сот метров проложить трубы. В районе ста метров проходит магистраль, соответственно, необходимо проложить буквально совсем чуть-чуть для того, чтобы газифицировать целый поселок. Ну, необходимо еще врезаться. Это не просто все. Врезаться, проложить. Но за 50 лет можно было решить эту проблему. Люди устали биться, устали ждать, надеяться верить, обратились в Народный фронт. Это, знаете, из разряда что-то Булгакова, да, когда там кирпич на голову упадет, вот кирпич в формате Народного фронта упал на голову местных чиновников. Ну, и, соответственно, прокуратура вышла с представлением, проверили все, посмотрели. Действительно, нарушения есть у федерального законодательства. И в скором будущем, ну, понятно, что не завтра, но в обозначенные сроки у людей появится газ. Хорошо это? Да, конечно. Плохо это? Ну, да, чиновникам придется еще немножко поработать для того, чтобы все-таки людям провести то благо, которое полагается у нас на сегодняшний день по закону. Ну, а на самом деле очень много вопросов по газификации не только в нашем регионе, но и вообще, в принципе, в стране, да, и те программы до газификации, которыми люди сейчас могут пользоваться, и социальная газификация, и президентская миля, и так далее, и тому подобное. То есть любой человек может проверить на сайте Министерства ЖКХ, полагается ли ему, и когда это будет. Но чаще всего у нас бывает так, что люди проверяют, там написано, газ будет в 45-м году, дай бог, чтобы в 2045-м, а не в 3000-м. Вот, и люди начинают как бы, ну вот, а почему вот... Почему так долго? Почему так долго, да. Ну, здесь нужно понимать четко, где проходит магистраль, насколько мы туда можем врезаться, насколько там давление можно опустить, потому что, как правило, у нас в магистрале высокого давления. Ну, очень-очень много таких вот инженерных, так сказать, моментов, которые, соответственно, работают. В данном случае под Красноуральском два поселка несчастливы безмерно. Ну, вот на сегодня мы планируем то, что все-таки газ к людям придет, и у них станет тепло, они перестанут топить свои котельные остатками от снесенных домов. То есть они сейчас это делают таким образом, непонятно, какой-то трухой топят просто котельную. Ну, и, соответственно, вот вопрос, да, на понимание. А если чиновники позволяют себе топить подобными материалами котельные? Вопрос, где деньги? Выделяются уже огромные средства на то, чтобы приобретать уголь, различные там, коксирующие вещества, да, для того, чтобы это все как бы... Ну, и, насколько я понимаю, если неправильным топить эти самые печи, то возникнут проблемы с ухудшением качества подаваемого тепла, опять-таки. Не говорим про воздух. Так люди вот поэтому и пожаловались, потому что помимо того, что еще нет газа, они же еще и замерзают в своих собственных домах, там, где есть центральное отопление. Ну, соответственно, сейчас этот вопрос комплексно уже, можно сказать, решен. По крайней мере, в обозначенные сроки газ у людей появится. Слушайте, ну... А еще раз, какой срок у нас обозначен сейчас, как вот это вот обозначение? 27-й год. Ну, то есть, как бы это такой минимум, который реально можно спроектировать, проплатить. Да и дожить можно. Да. Александр, я уверен, что мы с вами доживем. Насколько я понимаю, история с догазификацией социальной, история тоже непростая весьма. Потому что, давайте напомним, условия, газ протягивается до участка, до границ участка, да? Да, совершенно верно. А дальше, участки бывают разные, дальше тут уже нужно дотащить его, причем не просто дотащить... Где-то дом стоит на границе вот этого участка, где-то в глубине. Врезаться, поставить газораспределительное оборудование в самом доме, да? Это бывает история, которая занимает еще несколько сотен тысяч рублей. Тут нужно отметить, что действительно это занимает несколько сотен тысяч рублей, бывает даже несколько миллионов рублей, бывают такие случаи. Но у нас же есть сейчас программа Миля, то есть президентская Миля, которая как раз-таки... Низкопоклонство перед англосаксами. Почему он не президентский Аршин? Хороший вопрос. Или километр? Мы зададим этот вопрос, Александр. Специальный вопрос от Александра Царькова. Вот. Ну, соответственно, вот по данной программе можно догазифицироваться, ну, конечно, не за какие-то там сумасшедшие деньги, но за тоже там, в принципе, понятные суммы, которые будут обозначены в расчетах. Ну, действительно, подключение к газу, это всегда очень сложно, это там определенный проект, это там определенные технические требования дома, в том числе, там безопасность и так далее. Это правда так. Необходимо много-много соблюдать, поэтому если вы хотите, как это, у вас в квартире газ, вот если вы хотите, чтобы у вас был в квартире газ, будьте любезны, пожалуйста, соблюдать определенные требования и определенные, соответственно, условия. Хорошо. Хорошо. Ладно. Это прекрасно. Прекрасно. Значит, что еще происходит? Да, вот, собственно, это... Вот у меня вопрос к Александру. Александр, вот если у нас появится газ вот в этом поселке, в Дачином, вы там купите себе дачу? А где он находится? В Красноуральск. В Красноуральск. Ну, далековато ехать. Ну, ничего страшного. Так, надо понять, а там, наверное, хорошее хтохозяйство, да? Ну, наверное. В северобласти, наверняка. Там есть бобры. Вот, бобры. А вот там есть опасные мыши, которые прогрызают дамбы? Это вот немножко не там, это немножко южнее. Тогда вполне себе вариант. Ну, слушайте, ну, действительно, по большому счету, многих останавливает от того, чтобы поехать за город или там взять жилье и завести там большую семью, как раз и то, что очень часто выясняется, элементарных коммунальных удобств нет. Газа нет, там, например, электричество где-то очень слабенько идет. У нас очень долго было в нашем СНТ стоял какой-то, ну, старинный трансформатор. Это самое легендарное СНТ Александр Цариков. Ну, практически, да, связист оно называется. Имени. Здесь-то, Александр, совпадений нет. Не знаю, просто когда-то оно принадлежало работникам главпочтамта, вот там в центре Екатеринбурга, Свердловска тогда. Вот. И вот, получается, 4 года назад поменяли, поставили нормальную трансформатор под станцию. Теперь, когда ты ставишь чайник, он, во-первых, не пытается в течение часа целую воду откипятить, а, во-вторых, перестали пробки вылетать. Так что, в принципе, да, вот проблемы решаются, хотя, понятное дело, уже давным-давно вот эта вот маленькая СНТ-шечка была анклавом между юго-западным районом и широкой речкой. Ну, указалось, брось провода и все. Ну, вот что-то мешало. Чувствуете, Павел, да? Вот Александр даже помнит, что Свердловском назывался наш город. Даже, наверное, еще Божий царь охране не знает наизусть. Я же все застал эти... Все гимны. 17-й год прекрасен. Ну, на самом деле... На самом деле здесь нужно отметить, что когда появляются вот такие удобства в поселках, в деревнях, деревни реально начинают жить. Это факт. Потому что туда съезжаются люди, молодые семьи, там люди начинают рождаться, расти. Мы тут с ребятами обсуждали историю с Артенским районом. Там очень есть интересное предприятие, которое занимается, ну, сельхозработами всевозможными. Там чего только не выращивают. Замечательные фермы и так далее. Вот. И как раз-таки место, правда, классное. Природа невероятная. Очень красивая речка пробегает рядышком. И вот сейчас идут как раз-таки разговоры. Сделать там небольшой процент для отдыха и культуры. Чтобы там выключенные пространства были, чтобы местное население получало не только газ, но еще и высокого уровня качества по культурному потреблению. И вот я думаю, что в конце этого месяца будем небольшой мини-проектик презентовать. Друзья, я хочу вернуться все-таки в Красноуральск. Да. Красноуральск же, да? И еще про одну историю проговорить. Дело в том, что там есть дом в Красноуральске. Ну, вернее, как бы его нет уже фактически, да? Но в нем прописаны люди. Да. Дом-призрак, по сути. Адская дикая история, на мой взгляд. Его снесли еще, оказывается, в прошлом веке. В отца там, если что. И вот, собственно говоря, у одной из жительниц города печать в паспорте подтверждает, что она там прописана. Вот. И она еще и два несовершеннолетних и у ребенка. Это как? Знаете, помните, да, вот эта вот песня там? «Я вдали вижу город, которого нет». Вот это вот из этой же серии, да? «Я вдали вижу дома, которого нет». Действительно, ситуация из ряда вон. Причем женщина об этом узнала тоже совершенно случайно, когда своего ребенка повела, трудоустраиваться, хотел сказать, просто устраивать в детский сад. Она приходит и говорит, вот я там... Вот я, вот мой ребенок, вот паспорт. Глупо говоря, госпожа ребенка, да, госпожа Иванова, вот мой господин Иванов младший, вот паспорт. И на него смотрит и говорит женщина, «Простите, пожалуйста, но такого дома не существует». То есть он уже вымаран из всех документов? Да, совершенно верно. Его нет. Его просто нет. Ну, когда женщина попыталась обратиться в различные инстанции для того, чтобы вообще понять... А жила она все время в насильном жилье? Да. Чтобы понять, где же правда и справедливость. Правды и справедливости, как обычно у нас у местных чиновников, не найти, потому что там, как в том анекдоте, да, президентском, сходите в пятый кабинет, в третий кабинет, да, потом, что вы там, задание есть, идите выполняйте. Вот. Здесь та же самая ситуация. Женщина просто уже устала ходить по всем, бродить кабинетам и обратилась на итоги года с Владимиром Путиным. Обратилась, мы эту историю посмотрели, увидели, приехали. Немножко впали в шок. Действительно, у нее в доме, которого нет тепло, там очень красивые скатерти могли бы быть, наверное, скорее всего. Но на самом деле это полная жесть, вот полная жесть, потому что, ну, вот такого просто бардака и просто произвола чиновничего и просто безмозглости, мне кажется, это просто вот давно такое. Что удалось сделать в двух словах? На сегодня мы пытаемся поставить эту женщину в очередь на предоставление, как минимум, социального жилья, ну и впоследствии будем решать вопрос о компенсации. Василий Коноплянко, напомни, с нами сегодня, координатор по организационным вопросам Народного фронта в Седловской области, мы сделаем паузу для рекламы. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8.16 в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда, Александр Цариков, Павел Филиппов и Василий Коноплянко, координатор по организационным вопросам Народного фронта в Седловской области. Нам пишут, деревня Калюткина, 50 километров от Екатеринбурга, газа нет и не будет до 2038 года, куда только не писали. Это вот, знаю это расположение, это по Каменскому тракту, насколько я помню. Да, юг, скорее всего. Ну, давайте посмотрим, заберем эту историю. Здесь нужно посмотреть, обращались ли люди на сайте как раз-таки МинЖКХ, смотрели ли они вот эту вот догазификацию, когда она у них будет. Ну и, соответственно, надо посмотреть, что за история, и дать какую-то юридическую, наверное, консультацию. Ну, еще раз, до 2038 года, то есть осталось потерпеть 14 лет. Совсем немножко. Совсем немножко. Да, иронизируем, конечно, пытаемся, во всяком случае. Хорошо. Давай к другим историям. Давайте. Странная история из Эрбита про капремонт. Об этом пишется портал Новый День. Там ответственность за рушащийся после капремонта дом переложили на собственников и управляющую компанию. Мол, сами виноваты, да? Да. Вот. Что известно по этой истории, Василий? Ну, это нестареющая классика, когда чиновники находятся на палке о двух концах. То есть, с одной стороны, конец уголовного кодекса Российской Федерации, там, небо в клеточку, друзья в полосочку, а с другой стороны, здравый смысл. Вот вопрос, что победит из этого. Ну, вот, пока, видимо, побеждает нездравый смысл, третий конец этой палки, потому что, действительно, вот ситуация, которая там разворачивается, ну, это просто жесть. Такая же ситуация, как и во многих городах, этим грешит в основном Екатеринбург. Один из районов Екатеринбурга, когда собственникам аварийных домов приходят письма, как мы говорим, полные счастья и любви, в рамках того, чтобы эти дома, эти же сами собственники своими ручками снесли. Ага. Ну, вот как бы, да. Серьезно? Конечно. Знаете, сколько таких письм у нас? У нас целая вот коллекция. А на основе ничего? Есть, на самом деле, решение это правомерное, есть в законе такая маленькая погрешность, ремарка в федеральном, как раз таки, что собственникам необходимо предложить самостоятельно снести аварийный дом. А, предложить. Предложить, да. А что за это будет? Какие-то бонусы? Медаль. Молодец. Или там, вам ручку дадут? Нет, и даже вымпел нет, да. Просто скажут, что вы молодец. Спасибо. Да, вот. Поэтому здесь ситуация именно, вот, примерно такая же. На самом деле, дом после капремонта, он, вообще-то, должен быть как бы на гарантии, как мы понимаем прекрасно. Но возникает вопрос, и почему так местная администрация решила спихнуть эту проблему на управляющую компанию и на жильцов этого дома, да. То есть, из разряда «Мая хата с краю ничего не знаю». Дом же еще ведь очень старинный. Вот вопрос, на кой, вообще вопрос, да, вот делать старый дом, там делать капремонт. Вот вообще. Может, он представляет какую-то ценность культурную? Если он представляет культурную ценность, на него потрачено огромное количество средств. И если это сделано плохо, то там небо в клеточку, друзья, в полосочку еще и на долгие-долгие годы можно получить. А здесь как бы, ну, действительно, вот вопрос, зачем вы тратите бюджетные бабки, товарищи чиновники из Ирбита, если они нас слушают сегодня. Вот абсолютно вот непонятно, каким образом, да, но нет, чтобы вот признать дом аварийным, да. Ну, на самом деле, мы же понимаем с вами, люди взрослые, что для того, чтобы признать дом аварийным, необходимо пройти огромное количество процедур. Это и собрание, это должны собственники собрать свои средства для того, чтобы заказать экспертизу и так далее. Но вот здесь вот вопрос, зачем вы потратили деньги, зачем вы потратили время для того, чтобы через буквально там какое-то определенное количество месяцев дом начал обрушаться. Ну, вот. Ну, да, да. То есть, еще раз, там прошел капремонт, который как бы должен был увеличить качество жизни граждан. И продлить жизнь этого самого дома. Да. Не получилось. Ну, бывает, знаете. Бывает, получается, бывает, нет. Не получилось, не фартанул. Да, интересно. Вешмоглая. Не шмогла. Короче говоря, там странная история по поводу того, что, например, вот, как заявили новому дню администрации Рибита, здание не признано аварийным, и не стали отвечать на вопросы агентства о том, собиралась ли межведомственная комиссия, и рассматривался ли вообще вопрос о включении здания в список аварийных. Вместо этого заявили, что ответственность за содержание дома несет управляющая компания. Вот. И сказали, что в 2024 году, в этом году запланировано строительство наружной канализации. Благо-то какое. То есть там что, труба и кабинка? Там выгребная яма. Серьезно? Ну, вероятнее всего, да. Как бы есть. Потрясающе. Подождите, пожалуйста. Там нет централизованной канализации. А нет централизованной канализации. Там же выгребная яма. Нет, а чего вы удивляетесь? У нас таких домов, вон, 20 километров, Березовский городской округ, там этих домов в поселке Монетном с выгребной ямой канализации. Ну, это просто реально, знаете, вот как в деревне у бабушки, хотя у меня в деревне у бабушки чище туалет, чем вот там. Там, извините, все вот просто вот в этой, вот во всей вот куче каши, и реально люди в этом живут. И реально люди... Вот представляете, в минус 30 ты захотел... Да. У тебя понос в минус 30. Не дай бог. Ну, вот, по расставке, как раз таки, я смотрю, почти 23% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. То бишь, вот выгребная яма снизила за последнее время цифры, потому что было 40. Ну, ладно, хорошо. Если так, то остается только порадоваться за то, что стало... Видимо, все 23% проживают в Сырловской области. Ну, допускаю. Ладно, про хорошие истории тоже ведь надо поговорить. Да. Да, потому что они тоже есть. Конечно. Екатеринбуржцы передали свой автомобиль семейный на нужды СВО. Да, очень добрая история. Из Екатеринбурга. Что отдали, какую машину и почему? Машина Largus. Хорошая машина. Небольшой совершенно пробег. Можно сказать, что новая. Буквально звонки, которых поступает в Народный фронт буквально там десятками, сотнями в день. Стандартный звонок. Добрый день, здравствуйте. Да. Вот мы бы хотели вам передать Largus. Ну, не вам, а ребятам на СВО. Ну, давайте передадим. Пообщались, поговорили. Немножко пошутили по телефону. Ну, и, соответственно, буквально через несколько дней мы уже встретились. Приехали специальные ребята в отпуск. Они как раз были в отпуске. И, соответственно, семья, которая пожертвовала этот автомобиль, увидела бойцов, так сказать, напрямую. С ними пообщались, руки пожали, документы подписали. Машина уехала. На сегодня машина находится на ТО. Соответственно, как только будет сделано, она уже поедет в зону специальной военной операции. А семья очень простая. Можно сказать, совершенно простая. Машину они передали только потому, что у них есть новая машина, а эта машина просто стоит без дела. Ну, и продавать эту машину не захотели. И таким решением семейного совета они решили эту машину купить. Для чего там используются машины в тех местах? Ну, я имею в виду, что... Ну, да, явно это не боевая машина. Да, не боевая машина. Под разные цели, под разные задачи. Начиная от перевозки какой-то гуманитарной помощи, заканчивая переброской личного состава. То есть машины используются там в огромном количестве. Эвакуации. Эвакуации в том числе, да. На сегодня мы на территории всей Российской Федерации также реализуем постановление правительства, в рамках которого все федеральные органы исполнительной власти должны предлагать Народному фронту автомобили. Если они в хорошем состоянии, в хорошем качестве, то мы эти машины забираем. То есть вы за свои деньги отправляете на ТО? Ну, мы стараемся договориться все-таки с федеральными органами исполнительной власти для того, чтобы они их привели в более или менее нормативное состояние, чтобы им в первую очередь не было перед пацанами стыдно. А впоследствии эти машины уходят уже разными логистическими путями. Иногда по железной дороге, иногда своим ходом. Иногда своим ходом, да. Очень многие машины своим ходом уходят и, в принципе, достойно доходят. И еще ребятам там очень-очень много служат верой и правдой, потому что ребята там за ними ухаживают, меняют масло, заправляют и так далее. Поэтому эта история очень добрая, и она на самом деле показывает все-таки позитивное отношение не только к каким-то там вещам, но и в целом о том, что люди у нас на сегодня поддерживают ребят, несмотря на нужное. Окей, хорошо. Так, у нас времени совсем мало остается. Последняя вот прямо очень громкая тема. По всем регионам весь Урал из-за того, что снегопады были активные, большие, подтапливает или даже топит. К вам приходят уже какие-то заявки, к вам обращаются, кому-то помогают, не знаю, резиновые лодки, может быть, приобретают. Кроме шуток, потому что в Средневоскопласти определенные проблемы тоже есть. Вот мы читали недавно сообщение из Невьянска, там затопило сады, например. Не только сады, частные дома. Сезерти дамбу промывают. Да, 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 промывают. В Екатеринбурге вроде бы все в порядке, пока. Там уточки в шоке в Екатеринбурге, в районе полпредства. То есть никогда такой воды не было высокой. Да, там уточки узнали, что там есть еще дорожки для утреннего и вечернего променада. Нет, кроме шуток. Нет, кроме шуток, на самом деле звонков не поступает в массовом количестве, но пару звонков уже было, но они связаны с неинформированностью граждан. И здесь вот хочется отметить, наверное, для уважаемых чиновников, которые нас слушают, да, и мы это тоже прекрасно знаем. Вот все, что говорит сейчас президент на ежедневных совещаниях с губернаторами тех регионов, которые находятся в зоне подтопления, он говорит очень простую вещь. Общайтесь, пожалуйста, с людьми, информируйте людей. Эта задача как у МЧС... Говорят, так телефоны убрали. Первая фраза сейчас у всех чиновников. Да? Да. Павел, телефон, пожалуйста, уберите. Это Павел сейчас цитирует одного чиновника, который прежде в Свердловской области трудился, а потом перевели на повышение. Да. Но при всем при том, то есть общаться с людьми нужно, важно, разъяснительную работу никто не отменял, и на это сейчас нацелены все инструменты и МЧС России, и, в принципе, правительство регионов тоже. Поэтому здесь хочется напомнить, что все-таки с людьми нужно разговаривать для того, чтобы люди понимали суть ситуации и так далее. Но у нас очень много городов находится на горах, в связи с этим как бы не так актуальна эта проблема, несмотря на то, что вот как бы там Оренбург, это все-таки ямка, Тюмень, Курган, это тоже все-таки такая пологость уже, ну, соответственно, там вода есть. Надо разговаривать с людьми. Что мы, собственно, и пытаемся делать с Василием Коноплянко, координатором по организационным вопросам Народного фронта Свердловской области. Василий, спасибо большое. Спасибо вам. Хорошего рабочего дня. И вам. Сделаем паузу и совсем скоро о машинах поговорим. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.